он и наши лица блестят в криминальных новостях всем привет доброе утро остановите ваню привет привет слушайте честно говоря останавливать ванька да но если человек принял уже решение какое-то свое все может быть все может быть на самом деле на самом деле я сегодня я сегодня постараюсь как там может быть поменять его мнение о по мои штаны они давно тут а пусть кристина уходит кому вчера массаж был много до два лагеря было разделились люди на на два лагеря кто-то думал что или не кто-то думал что кати нет вчера я делал массаж 5 почему у тебя постоянно один процент заряда сейчас и 14 моей зарядкой пользуются многие вот сам я вечно без зарядки с кати я думаю я установил какой-то дружеской такое дружескую нотку установил бонни красава видно любит движухи да она любит движухи вы в курсе что дебиленка вас всем про развод и не даже заявление кто что когда про что вы курю сигареты бывают курю табак потому что табака на самом деле хватает на больше и его больше идет и ты сам процесс закрутки тебе нравится вот как бы очки крутые пассива вообще одноразки не курю не курю одноразки потому что это канцерогенная штука привет привет всем бывший испытываешь что-либо мы с ней мы с ней помирились слава богу как бы я понял что все хорошо что что любовь дружеская любовь она осталась вот это естественно вот но отношения строить нет я буду строить отношения которые приведут меня к серьезным отношениям которые в свою очередь приведут меня браку привет 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 всем про дмитренко он вам врет про то что с рапунцель разводится или у вас там приказ от пика нет на самом деле мы ничего не знаем вот отец тебя гонит спасибо а насчет дмитренко мы ничего не знаем вот и с его слов мы как бы верим и поверьте дима дмитренко если что и врет то долго это не протянется вся ложь здесь вскрывается рано или поздно из-за чего дрался вчера увидите привет серёж ты с кем сейчас сейчас я один как всегда с катей хочешь быть с катюхой нас связывали крутые легкие моменты мне было хорошо ей было тоже хорошо я не знаю почему она сейчас просто отказывается от всего это ее право вот я буду отталкиваться конечно же всегда я всегда отталкиваюсь от решения девушки потому что мне важно знать что хочет женщина-девушка мне это пиздец как важно знать это я строю свои отношения на взаимности безус не знаю собирается ли не собирается пути на том вообще пофигу и честно так мы люди порядочные мы выкидываем бычки в пепельницу кузина не знаю кто такой кузин не знаю нужно ли ему вообще ты очень отличаешься от парней из россии ты свободный открытый это факт мне кажется это факт почему нет нормального прихода нам или подсостав знаете на самом деле да я думаю что если здесь просто завести партию новых ребят ну как бы как партию человека 4 может быть а то и 5 было бы другой движ был бы другой вайп вот вообще в идеале это делать каждую неделю причем незнакомых каких-то а вот именно новых лиц новых людей это именно это обновляет ситуацию именно это обновляет какие-то события привет почему не отвечаешь про кристину и ваню ребят я не знаю после ничего толком я не хочу говорить какую-то ложь неправда вот присмотрись кристине наверно я не полезу кристине бывшей ваню да и вообще в целом я уже отвечал на этот вопрос что с крис мы мне кажется хорошо бы дружили скольки лет можно на проект с 18 я думаю нужно ли это вам 18 лет вот это я считаю нужно ли вам 18 лет приходить на проект ребят как ты думаешь 18 лет ним нужно очень направить мне кажется не закончите универсу так точно закончить серьезно ребят если вы хотите что-то позитивное и нужно нести в мир этот закончите университет и уже с какой-то базой знаний приходите сюда то так и будете слушать непонятные речи солидарен солидарен на самом деле я думаю что сюда должны приходить уже до люди хотя бы которые побывали уже в отношениях знают толк и могут выражаться налобным разбираться в этом в ситуациях исходя из своего опыта прошлого если у вас 18 лет есть жизненный опыт я сочувствую мать ребенка как обычно да в россии бывают почему в россии не только в россии вообще во всем мире алиберж после универа пришла у меня два высших образования на первый раз когда ты пришла у тебя одно муниципальное управление в эгу у кати есть образование у него к детское образование какие да и потом у нее она умна мне кажется не по годам поэтому впал вполне подходит до вполне вписалась в эту картину уже и поэтому сияет на ней с некой общаешься нет я с некой не общаюсь остановить его не пусть не уходит сел на грязные штаны чистые точек на грязный пол сколько лет катили катит 20 лет на младше моей сестры представляете ну она училась в кадетке у нее там ей дали какое-то базовое воспитание которое ей помогло хорошо справиться с хорошо справиться с какими-то бытовыми проблемами может быть обстоятельствами какими-то и бирж очень умная женщина согласен полностью смотрите вот этого проказника только посмотрите на него он уже стоит опа 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 красавчик и чью ты тапку в этот раз украл просто я не хочу отпускать ваню я сейчас и именно сейчас я понимаю что не хочу отпускать ваню иди сюда красавчик ну-ка 10 иди сюда иди сюда иди сюда так этот тапок наверное леген так а вот это мои их нельзя красавчик а красавчик так такой момент что руки у меня вот представляете насколько вот каких-то бытовых условиях ты учишься реально следить за всем происходящим твоей жизни вот я покурил сейчас руки пахнут табаком естественно собаки это очень вредно поэтому я сейчас додумался как хозяин пса как бы подумал хозяин пса просто какой породы лео лео самоед нету планов помириться с элиной нету хорошо что она сейчас вышла я бы не хотел это при ней говорить где очень нет целом бы я сказал что индивиду смины пускай знает что не надо просто думаете в ваня уйдет или останется я думаю что он попросит отпуск стричку нужно отпуск стричку проекта я естественно ваня молодой даже я бы сказал умен и молод не по годам элина так и бегать за тобой элина ну сейчас меньше конечно же потому что сейчас она выбрала позицию того что позицию того что она вообще не хочет ничего ничего иметь со мной общего поэтому флаг ей в руки как бы ну вот могу вот такой флаг флаг раздро разорванной просто и в руки покажу вам немножко свои самые любимые шорты их покупал года два назад они просто очень крутые даже лево нравится да лево крис скорее всего не ушла ребята катя ямочки классные есть такой момент у меня у мамы ямочку много и у меня тоже ямочки смотри кусаешься а чё ты кусаешься а чё ты кусаешься он все нюхает смотрите что ты там учуял что-то там учуял круто одеваешься спасибо что с потолком наверху комната тиграна все вопросы к нему так лево будь здоров где папа твой идем пошли пойдем прогуляемся пошли теперь я ответственную за собаку если его выпустил а вот и друг сразу появился так обоссались чуть-чуть диму пометили территорию сначала один пометил территорию потом второй сразу же главное что не в кофе может быть даже и в кофе сейчас сейчас лево в любом пометить территорию еще раз вот вот это майский жук не знаю увидели вы его или нет собака лины мамы лины маленькая шпиц немецкий смотрите как играет лево медь территорию лучше сейчас переметит по кругу просто метят территорию одну и ту же делят место под солнцем так конечно это твоя братец нет нет все таки это смотри уже на ходу умеет писать мелкий так все равно все равно лево все равно оставил точку в этом месте такое у нас утро такое вот утро сегодня жаркое утро дим такой вопрос и где сейчас катя дим где сейчас катя в дождь пошла она моя возможно я надеюсь что она твоя женщина конечно я верю вашу пару и верю вашу любовь и искренность чувства в одну из немногих пор я верю сегодня у вас друзья вы наше будущее вы наше все так дима устал вспоминать текст сказал что хватит тебе не платят я тебе плачу каждый день улыбкой братец я у я улыбаюсь постоянно плачешь хорошо я буду улыбаться чаще все обещаю улыбаться чаще сколько лет лео полтора года уже я хочу чтобы лиза и ваня вместе опять снова по кругу вряд ли это будет хотя с чем черт не жутят если они живут на проекте они уже мне кажется настолько сойдут с ума что реально по второму по третьему кругу возобновят отношениям но видимо ваня просто не хочет этого и поэтому поэтому я думаю хочет покинуть проект чтобы не было никаких больше катавась лиза илья они поехали к лизе домой в новокузнецк ваню только крис может терпеть а вот это вот уже возможно трушная информация сейчас я вам покажу конечно же ну чё ты нагулялся малой пошли идем идем лев левы идем пошли пошли сюда идем есть то блюдем стать лratic ждать 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 bueno где ждать идем на гусей посмотрим ли у ногу сей правильно да пошли пошли на гуси на гуси на гусей, иди сюда, Лео, на гусей, смотри, они как раз вне вольера, пойдем поиграемся с гусем, блин, надеюсь, Фаня меня не убьет, если он гуся, нет, он добрый, Лео, добрый, иди сюда, иди сюда, Лео, боится что ли, Лео, иди сюда, иди сюда, Лео, иди сюда, иди, иди сюда, стоит, он просто не идет, смотрите, опа-опа, да ладно, да ладно, я бы тоже не стал подходить, я теперь понимаю, почему боится Лео, Лео, братан, да, ты был прав, почему никто не ставит на место лохопеда, у всех память отшибла, понятно, дальше, Лео не дурак, а я, видимо, как раз-таки его противоположность, пусть Крис уходит, черный и белый, что черный и белый, так, Лео сел в тенечке, прекрасно, сидит в тенечке, красавчик, людям нужно больше свободы, больше свежего воздуха, собакам вдвойне больше нужно, кто вчера победил, Рома или ты, увидите все в эфирах, подойди к Элине, она в эфирном базе, где-то Диев, Лео, пошли, идем сюда, иди сюда, вот он, вот он, вот он, красавчик, блин, надо сегодня с ним пофоткаться будет, с таким прекрасным псом, он как волк, он замена мне, потому что, мне кажется, я пришел сюда волком, а стал котом, блядь, почему-то, красавчик, Лео, Лео, блин, такой он друг, вот, ребят, вот, я не знаю, я теперь знаю, почему девушки заводят себе собак, они такие им друзья, просто, если хотите, вот, ну, блин, наверное, меня просто пацаны не смотрят сейчас, все девушки, я не знаю, может быть, как-то подсознательно хотят себе реально верного друга, как собака или как кошка, я не знаю, кошки кто они, они даже не домашние, Лео, Лео, далеко нет, Лео, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В пакетике... Очень что-то важное для всех. Блин. Сегодня второй раз уже попадаю в паутину, в жесткую паутину. Прям такая, как на моей руке, смотрите. Иду просто... Что бы это значило? Лео! Почему бы это было? Когда живешь в лесу, всегда попадаешь под паутину. Слушай, Коста, ты попадаешь под паутину? А? Под паутину попадаешь? В паутину? Да. Да. Но в паутину не попадаешь? А, бывает. Бывает, да? Попадает, да. Сегодня второй раз уже. Прям врезаюсь в такую паутину, которая вот так вот у меня. Прям как будто... Да, и здесь. Это неприятно. И найти ее не можешь. Да, да, да. Паука и найти не можешь, который на тебя уже где-то ползает. Безумно боюсь пауков, ребят. Просто безумно. Хочешь свой дом 2? Хотелось бы, да, свой дом 2. Хотелось бы побыть этим игроком. Этим игроком, который движет людьми. Вот. Хотелось бы побыть таким. Свой проект создать какой-то. Возможно. Сергей, вы были в Аликанте? А когда мне было 8 лет... 9. 9 лет, да. Когда мне было 9 лет, с бабушкой я прилетел к маме в Аликанте. То есть первый город, который я увидел, это Аликанте. В Испании. Но опять же, я его увидел так сумбурно, потому что мы не спали. Я уснул в машине, я помню. Я проспал всю дорогу. Сереж, ты был в Туле? Внимание! Та девушка, которая спросила про Тулу. Это было просто очень смешно. Стоит мне это рассказывать или нет? Это история в Туле. Мамма миа, как кацо. Блин, если накидаете реакции, я расскажу. Она такая чуть-чуть своеобразная история. Как бы не все ее могут понять. Это было жестко, ебать. А про Катю нечего мне ответить, естественно, пока что. Вот. Я в целом как бы... Я до сих пор думаю о Туле. Так, ребят, если не накидайте мне реакции. Вот. Сердечек огонечков. Я пойду расскажу. Это Либерж. Которая сто пудов поржет. Я вижу, вижу. Красаца. Ладно, рассказываю историю про Тулу. У меня была... У меня были первые серьезные отношения в Москве. Внимание, вы слушайте. Давайте я сяду лучше, чтобы не прерывался интернет. Я попробую вкратце. Итак. У меня были отношения... Серьезные отношения с этой девушкой. Мы поехали к ее подругам. И в итоге я оказался в женской компании. То есть с подругами моей девушки. Мы стали играть в игру. Я не помню, правда ли действие. Или на карты. Нет. Правда ли в действие. Да, мы играли. Мы все хорошенько, порядком выпили. Я не знаю, что она меня находит. За столом. Я спрашиваю какую-то провокационную... Сдаю какое-то провокационное действие. Одной из подруг. А подруга, в свою очередь, задает мне раздеться... Раздеться, там, не знаю, до... До гола, что-то такое. А у меня нету, братец. Нету, нету с собой. Раздеться. Нет. Раздеться, то ли до нижнего белья, да, до трусов. Я не знаю, что на меня нашло. Я раздеваюсь просто до гола, выхожу на улицу и убегаю, короче, выбегаю на улицу. То есть, мне говорят, одень трусы, чувак, ты чё? Я одеваю трусы или шорты какие-то. Вот, это было так... Я смутно это помню, но мне рассказывали, что я выбегаю без трусов, одеваю потом шорт или трусы, выбегаю в Тулу и теряюсь, понимаете? Я теряюсь без телефона, без всего теряюсь. Я потерялся просто, я побежал через какой-то лес, я побежал... Я добежал до заправки, ебать. И там были молодые парни, молодые пацаны, девчонки, которые... Которые говорят, чувак, чё он? А я стою просто пьяный, прям очень сильно пьяный, в трусах, в магазине. И понимаю, что у меня нет денег заплатить за что-либо. Я просто стоял, я не знаю, выбирал минут пять. Это я уже помню, как бы. И мне потом сказали, чувак, ты откуда? И я говорю, ребята, вы не представляете, я потерялся. Я не знал номер своей девушки, я не знал номер её подруг. Я не знал ничего, у меня не было телефона, у меня не было ничего. Я стоял в трусах просто в Туле. Ребята, они говорят, давай, я знал единственный номер, я знаю он из Усть, это номер мамы в Испании. Нам пришлось заходить в WhatsApp, писать маме ночью, дозваниваться, чтобы она взяла трубку и сказала номер. За мной приехали. Это было жёстко. За мной приехали на машине, приезжаю такая, ну, хорошая машина, такая очень хорошая, я бы сказал. И я такой в трусах сажусь в эту машину, типа, ну, я не знаю, ну, какое бы у вас вообще впечатление осталось бы от такой вот, это, ну, это жёстко, конечно. Я понимаю, что такие моменты, да, они прожиты, они имеют какую-то дурацкую экстремальность, какое-то дурацкое поведение, да, но это имеет место быть в нашей жизни, это круто. Вспоминать такие моменты, очень, я бы сказал, круто, проживать их вот вместе с кем, вместе с собеседником, да, тем более здесь, когда ты живёшь и в своё свободное время уделяешь время таким вот разговорам, как сейчас. Наслаждайтесь этими разговорами, это круто. У меня 2%, это уже не круто, но сейчас уже начинаются съёмки, и поэтому будем болеть за Диму Дмитренко. Всем счастливо.